Друзья, всем привет! Рад вас снова видеть на канале JustLine. Спасибо, что продолжаете смотреть. Спасибо отдельное всем тем, кто не отписался, обвинив меня в предвзятости мнений или в biases, моих суждений. И прежде чем мы перейдем к части 2 видео по настройкам системы управления FF Beast и то, как правильно настроить софт для управления бустерными самолетами или самолетами с fly-by-wire, которые имеют более сложные, нелинейные, ну или так скажем, более сложные зависимости загрузок управления в зависимости от режимов полета и в зависимости от каналов управления, нежели чем просто аэродинамические усилия, которые объясняются проболической кривой по загрузке. Давайте мы с вами теперь, я попытаюсь прояснить свою позицию, почему же меня, я попытался сам в себе разобраться, почему же меня тема промозу так заводит и почему это так отзывается в людях. И главное, что я понял, смотрите, проблема как бы не в МОЗе, не в людях, проблема во мне, и я поясню, в чем именно. В принципе, она остается той же самой, если вы смотрите этот канал, то с самого начала, как я начал его вести и продвигать систему Force Feedback, я всегда говорил о том, что для меня реализм или возможность его воссоздать в симуляторе, это самое главное. Для этого у нас есть два основных канала. Это у нас визуальный канал, и он нам дает не построение всей кабины, а не построение всей кабины, как это требовалось раньше для полноценного такого процедурного тренажера, и не воссоздание для конкретного отдельного типа его системы управления с какими-то гидрозагружателями или пневмозагружателями, или пружинными загружателями, а это универсальная конструкция через VR и через универсальный Force Feedback, которая является инструментом погружения нас в эту симуляционную реальность, в этот симулятор. Вот что важно, вот что я пытался донести. И для меня это элемент либо заместить ту тренировку, которую я не могу получить в жизни, или теперь, когда я ограничен в своих возможностях где-то на чем-то летать, на разной технике, добавлять какие-то новые типы в свою копилку, это тоже закрывает мои вот эти потребности к постоянному освоению новых типов и нестандартным видов полета, так скажем, которые немножечко сложнее, чем во вкомах разных компаний. Значит, имея это понимание в виду, я, когда Рома создал первое устройство Force Feedback, стало понятно, что те законы управления, которые выдаются посредством DirectX, они просто недостаточны, они не могут нам дать реалистичного исполнения всех функций. В тот момент, когда первые видео о необходимости, о очень, ну, я не знаю, просто потребности и крайней необходимости использования именно Force Feedback во флайт-симуляторах, а не просто пружинных дрыгалок, значит, в этот момент я получал столько же вопросов и столько же там отзывов, что да кому это надо, мы сейчас все на ВКБ, на Верпиле летаем, нам все это не надо, это точные джойстики, да это F-18, кому вообще эти Force Feedback-системы нужны? Ровно то же самое. И как же теперь, прокрутив все это, ну, так просто посидев, подумав, 4 года спустя теперь у нас дискуссия о том, какой должен быть Force Feedback, то есть понимаете, какой мы прошли путь, какой milestone, да, то есть мы сейчас фиксируем то, что сейчас уже дискуссия не о том, что надо это или нет, уже все согласны. И Moza, придя в этот рынок, так сказать, массовостью и до относительной дешевизной конструкции, она по сути реанимировала Microsoft Force Feedback. Это не что иное, как Microsoft Force Feedback, потому что усилия все еще слишком недостаточны, но это отдельно моя тема, моя боль, это все как бы отдельный разговор. Но что я понимаю сейчас, как полезен, как важен вклад Moza, просто потому что она закрывает эту нишу, и у нас больше не стоит вопрос о том, просто я не мог докричаться до огромного количества людей, когда Moza выпустила этот продукт, все, о, вот, все Force Feedback, из каждого утюга у нас Force Feedback, это must-have и все, что нам нужно, и теперь уже не стоит вопрос, нужен ли кому-то Force Feedback. Значит, Moza закрыла вопрос, почему я так остро реагировал, у меня всегда говорили, вот, Moza, 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 тебе нужно ее попробовать, я просто знаю, что это за продукт. Видите, в чем дело? На первых этапах, когда Рома делал этот джойстик, были, ну, как сказать, агрегаты с маленькими усилиями, и я, Роме, говорил, что мы сталкиваемся с тем сейчас, что эти усилия недостаточны, и мы не можем описать кучу законов, мы не можем кучу законов управления ими описать, просто потому что то, как задумывалось управление в данном конкретном самолете, через какой диапазон усилий летчик должен был управлять самолетом, чтобы это было прозрачно и легко для него, не миллиметровать там, не цедить эти на кончиках пальцев усилия, а нормальными, соразмерными, пропорциональными усилиями и движениями своих конечностей, да, летчик должен был оперировать аэропланом в манере такого, которого не привело к его разрушениям или резким изменениям траектории полета, если этого не требуется. Значит, и я, по сути, провел это, то есть, по сути, борьба внутри себя с Moza, это отголоски боя, которые я выдержал и провел узкое, так сказать, комьюнити сквозь него, убедив, что усилия, диапазон усилий необходим. И я сейчас понимаю, что это не нужно всем, это нужно только определенной узкой, ну, можно назвать даже когорте, не побоюсь этого слова, людей, которые ищут реалистичности в системах управления во флайт-симуляторах и, значит, и как бы не скупятся там построить какую-то вот эту платформу, прикрутить все, потратить деньги на это все безобразие, да. Поэтому Moza делает положительный момент, как любой изначально на входе, ну, продукт, я не знаю, то есть мы у нас, мы говорим, есть топовые компьютеры, есть входные компьютеры, это не означает, что давайте все выкинем все компьютеры, которые не проходные, которые не являются топовыми характеристиками, что мы сделаем со всеми теми людьми, которые обладают этими компьютерами или, там, автомобилями, чем угодно там, да. Значит, это, то есть эта ниша тоже должна быть закрытой. И когда человек благодаря Moza зайдет в нее, и он пощупает, и он поймет, вот, понимаете, в чем проблема, я ощущал непонимание все эти годы, то есть я пытаюсь рассказывать, но это все равно, что объяснить, какое клубничное варенье на вкус людям, которые никогда не пробовали ни клубнику, ни варенье, то есть, да, и ты рассказываешь и такие, да, 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 а потом, когда у людей появляется какое-то форсетбэк устройство, а, так вот о чем ты говорил, так вот о чем это была речь, понимаете? Так что Moza, она сейчас дает всем попробовать вот это клубничное варенье, так сказать, для гурманов, для гурманов и для тех, для хардкорщиков, которые хотят, как говорится, все по-настоящему, существуют вот такие системы. Я отстоял, можно так сказать, не побоюсь этого громкого слова, я отстоял право на жизнь этих систем. И даже сам создатель, вот, Рома это понял, уже даже больше не сопротивляется на эту тему. И, так сказать, люди, которые понимают, к чему это все, и попробовав раз или не раз, или много-много раз и каждый день, попробовав эту систему в действии, они согласны со мной на 100% и тоже придерживаются этой линии. То есть, это топовое устройство на сегодняшний момент, и мы должны, ну, как сказать, если мы хотим реализма, мы должны к этому стремиться. Но Moza это тоже обязательное массовое условие вовлечения, как в автогонке, когда люди приходят, и, когда люди приходят, и, значит, они открывают для себя мир автосимуляторов, там, сначала на джойстике, сначала там на таком джойстике, потом на пружинном руле, потом так далее, так далее, так далее, и приходят к более дорогим системам, если им позволяет их бюджет. Вот я к чему. Так что, пожалуйста, не пишите мне, что нужно сделать обязательно сравнение Moza. То получается, как в анекдоте, хозяин ругает меня, хозяин, собака, говорит, хозяин запрещает мне есть говно, а сам даже не пробовал, да? То есть, не надо меня убеждать попробовать, я знаю, что такое Moza. Я знаю, какими сигналами она управляется, какие на выходе она дает характеристики. Я знаю и абсолютно уверен на опыте, что этого недостаточно для того, чтобы раскрыть правильное поведение системы управления. Фу, я пояснился, так сказать, с вами насчет Moza, и давайте теперь, какое-то время это у меня заняло, давайте мы теперь перейдем с вами к настройке симулятора. Су-27. Су-27 у нас имеет ряд особенностей, ну, понятно, что это у нас самолет, можно сказать, fly-by-wire, но не совсем как бы fly-by-wire, это самолет, оснащенный СДУ, который вносит определенные поправки в законы управления. Ну, то есть, понятно, что она обладает в каждом канале демпфированием. Это то же самое, что, я не знаю, F4 Phantom, у вас стоит какая-то тяга, которая передает усилие на качалку, которая отклоняет руль, и эта тяга, она может вне зависимости, не двигая вашу ручку управления, вот на этом участке, пока к рулю уйдет, скажем, тяга, внутри этой тяги происходит изменение до 5% хода руля, до 5 градусов, по-моему, хода руля, то есть, демпфируя поведение самолета, особенно слабоустойчивого, да, так скажем, у меня тоже тут цепляется к словам, но я назову это так, неустойчивого самолета, да, значит, отрабатывая все вот эти колебания, возникающие в разных каналах, независимо, не влияя на ручку управления, да, вот это одна из функций демпфирования СДУ. Есть также, понятно, что поскольку у нас приводы необратимые, у нас есть органы управления, их нужно каким-то образом загрузить. В зависимости от этапов полета нам требуется немножечко эти законы менять, например, утяжеляя усилия, если мы находимся в полете или если мы находимся на больших углах атаки, мы должны, или мы выходим на высокую скорость, мы должны каким-то образом менять законы управления, чтобы, собственно, не сломать себе голову и самолет высокой перегрузкой, отклонив привычным образом ручку, таким образом, как мы ее отклонили бы на взлете. Значит, мы знаем, что в обычных самолетах скоростной напор является тем мерилом или той ограничивающей силой, которая не позволяет вам навредить себе и конструкции, если вы только не семи пядей во лбу, вот, и, так сказать, обладаете немеренной мускулатурой. Вот, то тогда, значит, в этих всех системах с бустерным управлением необратимым, то есть вы не можете, то есть аэродинамические нагрузки обратно через бустер, через гидравлический какой-то, да, привод не передаются к вам, да. Единственное, чтобы это не сломать, и механически вот эти, называются пружинные тяги, да, они при определенной нагрузке превышают, то есть если вы давите сюда, а напор сюда, есть какой-то порог срабатывания, который не позволяет разрушиться рулю, и он тогда как бы снивелирует усилие, сжав эту пружину. Ну, по сути, можно назвать ее предохранителем. Так вот, значит, это опять слишком много. Смотрите, я вывел сюда диаграмму управления, я вывел сюда диаграмму управления, да что же такое, вывел-то я вывел, а показать ее не могу. Вот она в правом нижнем углу. Значит, я помните, рассказывал о том, что у нас есть как бы некоторый нюанс. Мы сейчас будем говорить про канал Тангажа. Значит, в канале Тангажа на Су-27 мы можем включить режим прямой связи ручки с рулем высоты, тогда самолет становится очень острый, нет никакого демпфирования, и очень острый в управлении при определенных центровках, но это может быть, так сказать, черватом. Однако, при достаточно правильно настроенном управлении даже так можно летать, единственное, что в строю, например, это будет делать затруднительно. Значит, в нормальном режиме, да, у нас есть такой момент, который с набором скорости рассинхронизирует рули высоты и ручку, тем самым, да, ручка, допустим, у нас находится в этом положении, но с набором скорости руль высоты начинает, ну, ли, ЦПГО, да, цельноповоротное горизонтальное оперение, да, стабилизатор, так скажем, да, он будет уходить на кабрирование, тем самым у вас раздвигается, ну, то есть у вас согласуется положение ручки, и вам нужно будет ее тримировать вот так вот от себя, чтобы она двигалась вперед, для того, чтобы у вас правильно работали вот эта логика, вот эта связь, то есть самолет разгоняется, значит, он идет как бы на кабрирование, то есть вот это привычное из-за авиашколы связь в голове летчика сохранялась, а в режиме прямой связи ЦПГО этого нет. Так вот, вернемся к характеристикам. Как помните, мы сейчас не будем повторять все, мы сейчас с вами только поговорим о том, что отличается. Помните, я вам показывал загрузку поршневого самолета. Здесь у нас, поскольку, если мы просто используем DirectX каналы по загрузке пружин, вот мы выбрали для Elevator DirectX Standard Force Feedback, значит, если мы здесь просто выберем его стандартную пружину, это будет пружина из симулятора, тот канал, который нам шлет просто DCS, которая не будет обладать специфическими характеристиками, то есть если там есть загрузочный перелом в загрузочной кривой, а там это не реализовано, потому что никогда это никого не нужно было, потому что весь этот Force Feedback со стороны разработчиков симулятора, может быть, МОЗа тоже их как бы заштавит немножечко пошевелиться, потому что это уже давно забытое прошлое. Force Feedback с нескольких сот грамм, который был на Microsoft Force Feedback, и никто не занимался, и поэтому там такую детализацию управления невозможно было передать, поэтому этот сигнал для нас не представляет никакого интереса. Убираем вот эту пружину в ноль. Значит, периодические эффекты мы можем их оставить, это эффекты, которые вибрационные какие-то там с точки зрения бафтинга, которые смогут передаваться на ручку, это так скажем, мы сами их можем настроить, смотрите у нас какой вариант, может быть шейкер по AOA, то есть мы можем сами накрутить, на каких углах атаки у нас начинается, и с какой периодикой, и с какой амплитудой у нас будет возникать колебание ручки, если мы этого хотим. Но для базиса можно оставить так, или вообще это убрать. Триммер эффект – это то, что заставляет сигнал по положению ручки от положения триммера, как вы видели, я сейчас перемещал, быть главенствующим. То есть мы его ставим 100 на 100, и в любом случае, когда усилие пружины меньше максимально того, что может выдать джойстик мой, может в канале тангажа 23 килограмма выдать, если мы говорим о том, что это значение меньше, то всегда триммер, он имеет, как это, превозмогание, и он всегда является, мы берем вот этот центр, который перемещается из симулятора, и мы его заносим вот сюда. И теперь дальше переходим. Поскольку я объяснил, что вот этот для нас сигнал Spring Effect Strength useless, то есть не этого смысла использовать, понятно, что мы сюда накрутили демпферов, чтобы ручка у нас не болталась, вот так, как на пружинном джойстике выбросили, а нормально встала, то есть правильным образом накрутили демпферов, и вот у нас график загрузки пружины. Значит, как она реализована? Тут я немножечко пошел, я вам покажу потом МИГ-29, тут два пути есть настройки. Мы берем общую величину возможностей моего джойстика, то есть она, допустим, составляет, ну, то есть мы можем все либо в процентах накрутить, либо конкретно в килограммах, и просто тогда множитель будет другой. Сейчас я взял просто процентное соотношение для этого профиля, и я посмотрел, что у нас, скажем, при отклонении в 4 градуса возникает, при общем ходе ручки на себя 26 градусов, 4 градуса у нас 4,5 килограмма. То есть 4,5 килограмма я отмерил от максимальной загрузки своего устройства, поставил эту точку здесь, соответственно, эту точку здесь, вы видите, у нас немножко нелинейная получается пружина, она более упругая в центре, то есть когда вокруг центра мы двигаем ручку, она более загружена. У нас как бы до вот этого значения, вот получается какое, если мы берем в процентах, 15%, да? Значит, 15,5%. То есть мы можем вот здесь сейчас посмотреть в отклонение питча, допустим, я его сейчас верну в механический 0. Сейчас я в механический 0 верну. А, механический 0 это другой, не тот, который сейчас в симуляторе 0. Так, потому что у нас, видите, немножко ручка отклонена. Так, это много. Как говорится, x мало, возьмем y. Так, ну примерно, вот она 0,005 от хода, да? И вот если я, значит, 15% отклоняю, вот до этого значения, то есть вот в этом диапазоне плюс-минус 15%, ручка у меня имеет один коэффициент загрузки, и дальше она растет не так энергично. Вы видите, вот эта кривая более плавная. Это то, каким образом устроен загрузочный элемент. Именно в канале Тангажа. Кроме этого, слава богу, в отличие от МИГ-29 загрузочная кривая, прямая, она достаточно простая. Но что делает для вас СДУ, она также меняет коэффициент между отклонением ручки и рулем высоты в зависимости от скорости. То есть у вас, несмотря на то, что у вас сохраняется физически одна и та же пружинная загрузка в канале Тангажа, за исключением, видите, такая маленькая. Сейчас я покажу. Так, в правом нижнем углу, где диаграмма управления, значит, там вы можете видеть... Я очень глупо поступил, разместив так эти картинки. Ну ладно. В правом нижнем углу вы можете видеть диаграмму управления и вот такой вот подвижный упор, который перемещается и сопротивляется резкому перемещению ручки. И он же является еще таким отбойником, который ставит вам как бы небольшой такой упор на пути движения на больших углах атаки. Значит, для вас СДУ, меняя там еще от соотношения перемещения ручки и руля высоты, меняет это соотношение. Поэтому в этом плане настройка для нас представляет очень простую характеристику. Мы просто вогнали эту пружину, которую я взял из книжки, из какой не скажу. Вот. Поэтому на этом все. Единственное, в чем проблема, если мы посмотрим на настоящую... Вот мы... Сейчас, как пояснить. У нас дело в том, что в настоящем самолете нейтральное положение от нейтрального положения взятие ручки на себя 26 градусов, 19,5 от себя. Но жесткость пружины одинаковая. Но поскольку ход ручки и, соответственно, растяжение пружины оно разное, то от себя мы успеем с тем же коэффициентом жесткости достичь всего 11,5 килограмм, а на себя получается 15 килограмм. Вот такие вот характеристики в максимальных значениях. Но я был вынужден построить вот это движение от себя кривую ровно такую, как... ровно такую же, как в эту сторону. Почему? Потому что в отличие от МИГ-29 в Су-27 вот этот диапазон хода ручки от себя он не линейен. То есть я беру механический и ручку двигаю полностью от себя и она логическая ось или нарисованная ручка в кабине также отрабатывает полностью ход от себя. Но вы видите, что изначально он короче. движение ручки на себя именно логической или нарисованной ручки оно больше. Но механически на моем джойстике оно такое же. Значит, для своего джойстика я вынужден все равно, чтобы ощущать около центра вот эти нагрузки одинаковыми, я вынужден выставить один и тот же коэффициент. Поэтому у меня как бы максимальное ну вот так вот летать полностью от себя на Су-27 не часто случается. Поэтому, чтобы обеспечить правильность загрузки возле центра, ну приходится жертвовать этим и настройку делать именно таким образом. То есть, если бы ручка спаунилась вот сразу отклоненная вот так вот от себя, она чуть-чуть так и спаунится, но не настолько, насколько разница ходов скажем, нарисованная. То есть, логическая ось, то есть, весь диапазон перемещения джойстика совпадал бы со всей логической осью хода ручки, тогда бы действительно центр был бы здесь и используя одну и ту же жесткость, я бы достигал один с половиной килограмм здесь и поскольку сюда я должен больше оттянуть, у меня была бы загрузка в 15. Так, слишком много времени этому уделил, но тем не менее, вы видите, мы можем настроить все так, как и есть. С элеронами. С элеронами вообще, как говорится, изи-пизи lemon squeezy, тут совершенно простая зависимость. Я ее даже не менял, она просто линейная, она просто линейная и что я подобрал, я total effect strength, величиной total effect strength я подобрал, то есть, я замерял с помощью, поскольку все это в процентах и подбирается, то есть, и подбирается механически, да, но оно может быть перенесено, если, так сказать, вы замерили и отторировали свой джойстик корректно и ввели эти значения в софт, то, в принципе, мои усилия должны по задумке рома должны перенестись вам без изменений, ну, или там с минимальными, то есть, я замерял, то есть, я подобрал total effect strength таким образом, что в загрузке, как неудивительно, да, максимальное взятие на себя 15 килограмм, а по элеронам 10 килограмм, такое, как бы, встречается нечасто, чтобы такая была близкая зависимость по усилиям между Су-27 и каким-либо другим самолетом, ой, и элеронами, чего я несу, значит, заговорился, вот, теперь следующий момент, то есть, с элеронами все понятно, я взял, выставил значение, прямая, прямая пружина, замерил 10 килограмм на максимальном отклонении, да, в тангаже я так же, поскольку total strength величина настраиваемая, я так замерил, чтобы взять ручки на себя, означало 15 килограмм, все, от положения того, как во взлетном, когда, сейчас я покажу, так, если мы смотрим на вот этот стабилизатор, когда у нас значение вот здесь вот находится, напротив стрелочки, то есть, условно говоря, такое нейтральное положение, то вот в этом положении 15 килограмм, и на этом, как бы, замер закончился, значит, а у нас же есть еще и радар, что самое главное, как говорится, чего нет в моде, значит, вот тут гораздо все интереснее, картиночку из книжки я вам показать не могу, потому что вообще такие книжки показывать получается нельзя, где я и сам не видел, мне рассказывали, как говорится, кто-то когда-то не помнит, вот, значит, кривая достаточно, кривая, в прямом смысле, то есть, у нас здесь есть определенный бамп, то есть, такая жесткая, жесткий такой центр, прям конкретный жесткий центр, который должен быть в 6 килограммах, ну, учитывая, что у меня всего педали выдают 22, я немножечко скостил, ну, или иначе, перенапруга напор моторов идет, и это не очень хорошо, значит, дальше, у нас до отклонения примерно 32 миллиметра, ну, ход педали, не зря я Виктору всем говорю, что педали надо делать не вот эти вот пули-пули, а 10 сантиметров в каждую сторону, так и на МиГ-29, так и на Су-27 и на многих других самолетах меньше нет смысла, иначе вы не получаете правильное перемещение, тяжело с этим будет бороться, сложно точно управлять, значит, у нас есть ступенька по усилию, такой бамп, такой обозначающий центральную позицию, дальше у нас примерно на 32 миллиметрах хода у нас один коэффициент загрузки, он достаточно, ну, скажем, крутой и обозначает, ну, как бы, обозначает вот эту вот околоцентральную запружиненность очень высокую, дальше немножечко коэффициент меняется, и таким образом, ну, видите, у меня тут он упирается на 50% максимал, максимал, потому что это 22 килограмма, больше оно не может выдать, настоящие педали на половине хода выдают 30, по-моему, килограмм, сейчас я точно пытаюсь сейчас вспомнить этот график, да, в районе 30 килограмм выдают они на половине хода, но тут возникает момент, когда вы ставите шасси на уборку, не концевики, не что, когда вы ставите шасси на уборку, у вас подключается дополнительный механизм загрузки, который ощущается как ступенька, то есть она не непреодолимая, а ощущается как именно ступенька, то есть если нужно, вы ее можете пересилить, но по сути, что она, ступенька по усилию обозначает, что вы все, максимальное усилие получаете на 50% хода, то есть я это настроил под полетную конфигурацию, соответственно, у меня максимальное усилие достигается на половине хода для полетов, на земле я просто могу рулить так же, потому что для земли это тоже соответствует, да, вы просто продавливаете больше, или включаю, отключаю nose wheel steering и тогда дифференциальным торможением хоть на месте крутись, пожалуйста, стойку завалил без проблем, значит, что я хотел еще сказать, а, да, так вот можно превысить, потому что, скажем, при 50, ну там разные самолеты, на каких-то было 70 миллиметров хода, на тех, что современные, 50 миллиметров хода, то есть у вас, вы можете видеть по вот этой диаграммке, справа вот эти педали, как только мы кран шасси поставим, ну может быть я сейчас сразу продемонстрирую, я правда без VR, вы знаете, леток еще тот, как говорится, и, значит, сейчас мы отойдем, я поставлю колеса на уборку, значит, смотрите, шасси на уборке, раз эти упоры съехались, вот, эти упоры съехались, это означает, что, это означает, что мы теперь, как в настоящем самолете это выглядит, в настоящем самолете это скачок от 30 килограмм до 55, и дальше получается тоже кривая загрузки, то есть, если вы хотите с убранными шасси, с ручкой поставленной на уборку, дать полную педаль, это уже вот эти вот, вторая половина хода от 50 до 100 миллиметров, она будет вам стоить до 80 килограмм усилий, то есть, это все сделано для того, что, ну, дурак, туда тебя давить не надо, то есть, ну, примерно такое обоснование, так, нажмем паузу здесь, вот, так, что у нас по времени, давайте, МИГ-29 будет следующей серии, давай, решил не делать вторую серию, все в одну запихнуть, тем более, осталось совсем немножко, МИГ-29, да, поясню свою историю, вернее, я понял, что, когда записал первую часть, понял, что не объяснил, что, как я вижу, как люди понимают мое отношение к МОЗе, люди думают, ну, реально им хочется, при прихода МИСИ, им хочется, что, ну, блин, это Форситбек, этот Максим что-то рассказывает, там какие-то профили, да, кто ему вообще поверит, что он вообще в авиации понимает, он даже не знает, что на себя вверх, от себя вниз, и простые вещи путает, педали, ну, в общем, и, а тут МОЗа пришла, эта компания, надежность, уже там делает рули, все, пожалуйста, мы сейчас ее купим и обо всем забудем, нет, к сожалению, нет, это тот же самый МАКРОСОП Форситбек, только чуть-чуть, ну, как сказать, на стероидах, это те же самые эффекты, то есть, их отсутствие, да, ну, в общем, я понимаю, что людям нужна всегда эта палочка спасения, и, казалось бы, они уже намучились, они смотрели на этот проект, на его развитие сквозь годы, и думали, ну, когда уже, господи, от этих самодельщиков, ну, мы перейдем к чему-нибудь такому нормальному, полноценному, пока что нет, пока что нет, друзья, но я рад, еще раз повторюсь, МОЗа, это хорошо, много людей придет, и только, так сказать, избранные, или хардкорщики, они пойдут в те элементы управления, в те органы управления, которые, о которых я люблю рассказывать, почему, потому что я за, нет, потому что я любитель авиации, так скажем, ну, давайте продолжим, значит, МИГ-29, комические куплеты, комические куплеты, давайте, смотрите, МИГ-29, вот тут у нас уже поинтереснее, тут у нас есть загрузочная кривая, которая куда веселее, ну, начнем с того, что, да, посмотрите, как выглядит загрузочная кривая по педалям, не кисло, да, опять же, все взято из настроек, конструкции, ну, там, настроена под полетную конфигурацию, на то, какая конструкция себя ведет в воздухе, значит, элевейтор, вот тут у нас поинтереснее, стандарт FFB, стандарт FFB, я вам объяснил, значит, здесь у нас Simple Spring, вот она, значит, Simple Spring наша, каким образом она настроена, семь с половиной килограмм от себя, 5,6 килограмм на себя, замерена с помощью вот этой вот штуки, то есть коэффициенты жесткости пружины, то есть есть ярко выраженная ступенька, вот она, вот она ступенька, здесь вы ее видите на диаграмме, значит, также вы видите, я разную, коэффициент жесткости, которая на наклонном вот этой кривой, ну, по сути прямой, объясняется, но самое интересное, что кроме тех элементов, которые за нас делает, скажем, СДУ в Су-27, здесь у нас АРУ, так называемый, да, или передаточный там еще АРП элемент, то есть который меняет, во-первых, соотношение перемещения ручки и руля высоты, или ЦПГО, стабилизатора, или ЦПГО, соотношение от единицы на земле, да, до 2,36 на высоких скоростях полета и низкой скорости, вот, вернее, на высоких скоростях полета и низкой высоте у нас есть максимальное соотношение 2,36, то есть мы, весь диапазон перемещения ручки теперь соотносится с уменьшенным в 2,36 раза соотношением перемещения ЦПГО, ЦПГО, вот, и это у нас при том же пружинном загрузке, то есть у нас сама система в зависимости от скорости отрабатывает это вот таким вот образом, но, кроме этого, есть еще элемент по скорости, который меняет жесткость пружины, и он, как мы его делаем здесь, понятно, что мы, вот у нас есть здесь Spring Air Speed, и мы ее можем настроить соответствующим образом, значит, она начинает работать от 400 км в час, то, что ниже 400 км в час мы используем вот эту 7,5-5,6 кг пружинку в канале тангажа, все, что выше, это просто линейный, это не квадратичная зависимость, это линейная зависимость, потому что тот элемент, который, ну, как бы, влияет на загрузочный механизм, и который также меняет соотношение, насколько мы переместили ручку, и насколько переместится стабилизатор, этот же механизм влияет на жесткость вот этого элемента загрузки, кстати говоря, что ж такое, дети взяли iPad, я не могу посмотреть, я себе скринил, насколько меняется загрузка, по-моему, 12 кг становится 12 кг становится вместо 5,6 максимальная, ну, в общем, я о чем хотел сказать, что конструктивно есть это изменение от скорости, и оно здесь, оно максимальное до 900 км в час, и то есть вот у нас линейная зависимость, потому что она меняется линейно, она здесь внесена, то есть сейчас у нас тангаж настроен вообще точно так, как надо, то есть теперь летать на МИГ-29 полное шикарное удовольствие, значит, что еще здесь добавлено, вот Spring Away, что я добавил, но по сути мне очень нравится, как отрабатывает Stick Pusher, да, или элемент, который отталкивает ручку, он по сути не то, чтобы отталкивать ручку, он ее приводит в соответствие там в зависимости от скорости и по сигналу SOS, в зависимости от скорости и отклоненным предкрылком, он перемещает соответственно там на минус сколько-то стабилизатор ручку с ним углов и в другом соотношении на минус там 2, в другом случае там на минус по-моему 8 или на минус 6 от себя, такого реализовать мне, у меня здесь не получается, но что я могу сделать, я могу добавить пружины по AOA и вот этот SOS срабатывает на углах атаки в 25 градусов, видите, никакой дополнительной пружины нету до 25 градусов, а на 25 градусах в углах атаки возникает пружина, которая наваливает сразу такие ощутимые непреодолимые усилия, ну так скажем, максимальные, то есть вы там тянете себе виражи, там скажем, у вас тут нагрузочка в районе 6-7 килограмм или 8, да, и потом бам, у вас прям ручка уходит вперед, вы не можете совладать, потому что сразу включается усилие у вас 23, допустим, килограмма максимально, сколько может выдать джойстик, то есть вот этот вот стикпушер реализован у нас теперь даже через софт. Есть еще ряд элементов, которые нам хотелось бы, ряд зависимостей, которые бы хотелось для разных типов сделать, ну например, скажем, чтобы вот этот вот пружина действовала как постоянная сила до определенного значения в зависимости от угла. Я думаю, поскольку сам код, который Рома написал и вот этот вот софт теперь при работе с устройством позволяет все это многочислено менять, то вот этих вот опций функциональных может быть написано очень много. Я на это надеюсь, если у Рома будет время и если вы будете покупать эти устройства, тем самым поддерживая лицензию и, соответственно, Роминого софта и как бы внося вклад в наше общее счастливое будущее. Так, вроде бы все, что я хотел сказать и смотрите, еще один какой момент. по положению, почему я говорю, что в МИГ-29 и Су-27 в Су-27 некорректно по сравнению с МИГ-29. Вот если мы в МИГ-29 берем, видите, он появляется, когда вы на земле появляетесь, у вас ручка находится вот в этом положении, она сразу немножечко подана вперед. И если мы посмотрим на диаграммку в правом нижнем углу, она точно так же подана вперед, потому что как сделано, что у нас у нас теперь весь ход физически, не важно, где тут центр, не имеет значения, центр там, где вот в пружине центр, то есть просто там нарисованная ручка в этом месте будет, ну, менее наклонена, она там ровно стоит, а у меня она вот как бы наклонена, не важно. Вот, но вот это значение, сколько пройдет теперь ручка до упора механического и сколько она пройдет на диаграммке, оно одинаковое. То есть у нас, если я поставлю в механический центр, который я могу посмотреть на диаграммке вот здесь, ну, я почти что угадал, 4% не угадал, да, 2, ну, допустим, вот он в нуле, да, вот он 0 и вот мы видим на диаграммке 0, то есть у меня теперь ход механически сюда и ход механически сюда и я вижу, что нет никаких нелинейностей и когда ручка стоит, вот мы появились в нейтрале, триммер руля высоты нейтрально и вот что характеризует на этом самолете неодинаковые ходы ручки на себя и от себя, вот они, пожалуйста, здесь они все присутствуют, здесь они сейчас отображены и нет нелинейности в ходе ручки от себя. Вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать, так что еще раз спасибо, что смотрите канал, пока увидимся.